Вот вы упомянули Владимира Вольфовича, он считает Анатолий Борисович Чубайс преступником. То есть он сказал преступление, там работал чуть ли не на американские спецслужбы. Прям вот я не решаюсь даже повторить все, что он сказал. Получается, что крупные деятели политические, что Жириновский, что Трамп, могут своих оппонентов обвинять в таких вещах, как преступления. Мы же знаем, что преступника человек может назвать только судом. Где же тоже Трамп и про Хиллари Клинтон говорил. И на них никто в суд не подает, условно говоря, Чубайс не подает в суд на Жириновского. Я вполне допускаю, что если бы... Ну, наверное, он имеет право. Подает в суд, естественно, имеет право. Почему? Получается, что перед законом не все равны, потому что если просто кто-нибудь, получив доступ... Ну, даже вот я, как журналист, я назову Чубайса преступником, скажу, что он должен сидеть в тюрьме. Ну, с меня будет спрос определенный. Почему с вас не спрашиваю, условно, социально-значально, почему вы, люди с именем и репутацией... То есть не все равны перед законом. То есть вам сходит в фрукту то, что не сходит в фрукту... Ну, я думаю, что это специфик еще у Владимира Вольфович, потому что он такой в своей жизни уже наговорил. И как-то все так уже... Слушай, он мне... Он публично, он мне говорил, это... Надо Шахназарова запретить, а ну, Каренину снимать. Да что? Да, это она Каренина, она вредная. А потому что финальная сцена, которую я, кстати, избежал по-своему, там, где она бросается под кроезд, это пример для российских женщин. И не надо это, Яна Каренина, вредное произведение. Я ему потом сказал, слушай, когда вся эта история с Лешей Учителем, с Матильдой была, да? Да, да, да. Я встретил вас, Вольфович, я говорю, слушайте, когда вы запретите меня, наконец? Чтобы пропиарить уже по полной. Ну, конечно, но это же потрясающе. Вы начнете показывать трейлер Рязанны Карениной по всем каналам. Говорит, что вот... Это, я говорю, вы обещали. Ну, вы говорите, ну, сделайте пикет какой-нибудь, ну, около студии, долой там это запретить. Он обещал, кстати. Ну, он как человек умный, и он этого не делает. Хотя это вообще не... В этом еще, возвращаясь к Сензуру, слушай, в наше время это мечта быть запрещен.